Всем привет, мои хорошие! С вами Кемери и сегодня у нас с вами, как вы думаете, что у нас с вами мук-панк? И я просто взяла все, что у меня есть в холодильнике и, как всегда, разложила перед собой и подумала, почему бы нет. Завтра для вас буду снимать роллы, а сегодня обойдемся чем-то вот таким вот домашним, собственным приготовлением. Я, значит, купила капусту квашеную. Она мне настолько понравилась. Это просто нечто. Мама тоже квасит, но просто мама квасит немножко по-другому. Это мне больше нравится. Здесь у нас помидорки черри, яичко, две сосисочки, кёс лямя, очень вкусные. Лапша и внизу там сыр твердый, я немножко натерла, мне нравится, когда это вместе. Здесь у нас, значит, хлебцы и сверху, как правильно, у нас называется это шор, соленый творог, наверное, по-русски. И соевый соус. Последнее время все, что я не ем, я кушаю соевым соусом. А запивать мы будем с вами крепким кофе. Правда, не заварной, а просто растворимый, так скажем. Но что было, то было. Так, это мой завтрак. Я сегодня встала в 6 утра, наверное, не к столу, но из-за одной мухи. Мне в комнате завелась муха. Хотя у нас достаточно высокий этаж, и у нас редко бывает такое, что залетают мухи. Это прям крайне редко бывает. И, в общем, я встаю утром. Муха просто пытается меня разбудить. То здесь, то там, то здесь. И я начинаю за ней гнаться по всей комнате, хочу ее убить. Пока я гналась, я проснулась. Пошла в другую комнату и легла спать. Очень нравится эта лапша. Прям вообще обалдеть. Посмотрела передачу, прямой эфир. Как типа блогеры, которые показывают о своей богатой, обеспеченной жизни, обманывают людей, людям переводят. Баснословные просто деньги. А потом оказывается, что это лохотрон. Мне кажется, если за предвижение с вас хотят, не знаю, 5000 рублей, и вам дадут какой-то курс или еще что-то, то это нормально. Но если с вас хотят, не знаю, 50-70 тысяч рублей за какое-то продвижение, мне кажется, уже следует задуматься. И люди конкретно ведутся. Я не понимаю таких людей. Столько лохотрона в интернете. Получается, одна девушка 7 миллионов перевела. 7 миллионов. Непонятно кому. Непонятно на что. Видите ли, они помогут развить ваш телеграм-канал, и вы потом будете зарабатывать на телеге. Я не знаю, я вам рассказывала или нет. Но у меня на работе был один парень. Он ухаживал за мной. Давно это было. В общем, где-то, может, год назад, может, полтора года назад. Я была свободной девушкой. Получается, он ухаживает за мной. Один раз подарил цветы. Каждый раз проявляет знаки внимания, не знаю, говорит о своих чувствах. И что меня насторожило, он сразу начал говорить о семье и о детях. Вы просто представьте, мы с человеком ни разу никуда не ходили. то есть просто на работе, так знаем друг друга, да, но никогда нигде не были, не гуляли, не ходили в рестораны, в кино, в домино. И тут человек мне говорит, что он хочет на мне жениться. Я ему объясняю, что пока что рано делать такие выводы, но еще совершенно друг друга не знаю. на что он говорит. Я как вижу человека, сразу понимаю, мой или не мой. До меня не доходят пары, которые, не знаю, годами встречаются, и в конце ни к чему не приходят. Я так подумала, это тоже хоть какая-то позиция. Дальше. Он говорит, что если мы задумываемся о совместном будущем, о ближайшей свадьбе, то нам нужно взять квартиру в ипотеку. Нам нужно взять. Может быть, я вам уже рассказывала эту историю, вам не интересно слушать второй раз, извините. Я просто реально не помню, я рассказывала это или нет. А пересматривать свои 500 роликов и искать этот момент, ну так себе дело. в общем, ну я говорю, хочешь взять в ипотеку, ну нормально, то есть я есть в твоей жизни или меня нету, по-любому, квартира, это имущество, а имущество, это всегда хорошо, почему нет? Бери. А я такой человек. Я всегда всю жизнь коплю. Вот даже вот сегодня у меня всегда есть отложенные денюжки. И тогда так было. даже когда училась в универе, мне, например, давали деньги на завтраки, и я обязательно какую-то часть откладывала. Вот без этого я прям не могу. и он знал об этом. И он мне, значит, выдает. Для ипотеки, для первоначального взноса нужно 4000 манат. Но он собирался покупать однокомнатную квартиру где-то за городом. В общем, очень такое дешевое жилье, так скажем. И он говорит, 3000 у меня есть. Я прям точную сумму не помню, не буду врать. Но, в общем, сколько-то у него есть. И получается, ему не хватает 1000 манат. Но 1000 манат это 40 тысяч российских рублей. То есть, эту сумму ему бы у кого-то занять. Я ему говорю, куда ты торопишься? Зачем тебе у кого-то занимать? Просто возьми и два месяца как бы зарплату не трогай. Не трать налево-направо. Вот тебе и эта сумма. 40 тысяч это небольшие деньги. Он получал зарплату там 40 тысяч. То есть, если учесть, например, перспективу, он мог бы один месяц, например, потратить 20 тысяч, а второй месяц отложить каждый месяц по 20 тысяч, и вот тебе 40 тысяч за два месяца иди покупай ипотеку без меня. Он нет. Он настаивал, что нет. Давай ты тоже дашь деньги. Потому что с ипотекой это сейчас акция, она может закончиться. И потихоньку мы уже будем платить. Мы не в браке, мы не в отношениях. Мы толком друг друга не знаем, о какой ипотеке идет речь. Я культурно отказала. Я не стала говорить, что мы знаем друг друга без году неделя. Я тебе не доверяю, почему я должна давать деньги на квартиру, которую ты оформишь на себя, отдашь ли ты мне эти деньги. Ну, в общем. Все упало в соевый соус. Так даже вкуснее. Я объяснила, что место расположения этой квартиры мне не нравится, давай не будем торопиться, мы еще друг друга хорошо не знаем, не факт, что мы вообще поженимся, зачем тебе эта квартира нужна, бла-бла-бла. Вот. Проходит две недели. У него, значит, на работе выходной. И в выходной день он мне звонит и говорит, что Айка, ты мне можешь одолжить 300 монат. Я могу ошибаться, но 300 монат это где-то 12 тысяч. Если я не ошибаюсь, ребят. я такая спрашиваю, на что нужны деньги? Он такой говорит, я стесняюсь сказать тебе. То есть попросить у меня денег ты не стесняешься, а сказать на что ты стесняешься. Просто, знаете как, если бы мы были в отношениях, не знаю, хотя бы год, да, я бы помогла бы, даже не задумываясь, но так как мы общаемся, даже не в отношениях, то есть мы ни разу никуда не ходили, опять же говорю, просто общение на работе. Он говорит о том, что он у меня влюблен получше, и при этом каждые, не знаю, 10 дней просит у меня деньги. Я сказала, что откуда я знаю, на что ты просишь. и он мне такой говорит, мой друг попал в полицию и нужны деньги. Конечно же, это придумка. Вот. Я ему такая говорю. Например, твой друг попал в неловкую ситуацию. Неужели у этого друга нету девушки, мамы, папы? Почему из-за друга ты приходишь ко мне, у меня мои деньги брать? То есть, ладно бы с тобой что-то случилось, а это с другом. Конечно же, это была придумка. Не знаю, зачем ему нужны были деньги, но, наверное, просто хотелось меня обобрать. Вот и все. Просто я всегда не понимала людей, которые ведутся на альфонсов, на вот этих вот мошенников. Как можно просто так брать и отдавать деньги человеку, которого ты год знаешь и так далее. Меня вообще настораживает, когда мужчина хочет денег у девушки, на любые какие-то свои траты. Причем у него дофига друзей. Неужели нельзя было эти 12 тысяч попросить у какого-то своего друга, а не у девушки, с которой вы начали общаться две недели назад? Неужели ты не думаешь, что ты в глазах этой девушки будешь выглядеть, мягко говоря, не очень? В общем, сначала ситуация с ипотекой, а потом вот эта ситуация с 12 тысячами. Я поняла, что вообще не мой человек. я ему объяснила, что я не хочу с тобой общаться. В очень культурной форме сказала, что мы с тобой разные. Так вы не поверите, потом он долго от меня не отставал, угрожал мне. вел себя как неадекватный, писал, звонил по сто раз, шантажировал, говорю, вот ты сейчас не возьмешь, я с собой что-то сделаю. То есть мне кажется, и посмотрев передачу, я это поняла, люди, которых обманывают, они сами хотят, чтобы их обманули. Переводить кому-то 7 миллионов, потом искать этого человека. я стараюсь никогда не брать в долг. Никогда. И сама не люблю давать. было очень вкусно, насытно. каждое утро делаю себе вот такие вот бутерброды с кофе. Мне прям заходит. насчет кондиционера. Хочу сказать огромное спасибо моей подписчице, которая скинула мне контакты одного магазина техники. Там реально очень дешево стоят кондиционеры, дешевле, чем везде. Но, к сожалению, на мою квадратуру сейчас закончились эти кондиционеры. Мне сказали, подождите недельку, и мы завезем их. Ну, просто понимаете, ситуация такая, что коронавирус и все дела непонятно, когда они привезут. Комната, куда мы хотим кондиционер, она 24 квадрата. Так как я работала в сфере техники, я знаю, что кондиционеры нужно брать побольше по квадратуре, чтобы не нагружать кондиционер. Я решила взять 30-35 квадрат, но его, к сожалению, нет. Есть 45 и выше. А это многовато для меня. Для комнат, точнее. я доела, было очень вкусно. Если вам понравился этот мокбанк, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем желаю удачного дня, приятного аппетита, всем пока. Не давайте себя обмануть и в обиду будьте на чеку, дорогие мои.